Нет, нас не пускают, потому что мы крестьяне. А зачем Индия? У них вот такой крест, но у них наоборот. Наконец-то я увидел первую египетскую кошку. Заброшенный отель. Вот, посмотрите на это. К тому же на кольтмобиле мы едем в ресторан. Мне сбрасывают осьминогов в оттарелку. А кровати тут в форме гробницы. Всем доброе утро. У нас второй день в Египте. И такая сегодня у нас туристическая программа, прогулка по городу. И в то же время мы прибыли вот в эту мечеть, самая старая мечеть Шарм-эр-Шейха. Нам сначала сказали, что мы внутрь повойдем, но потом сказали, нет, внутрь нас не пускают, потому что мы христиане. А здесь вход только для мусульман. Поэтому посмотрим на эту мечеть со стороны. Топол, как мы сейчас видим, специально, чтобы просто пошел со всех столов, чтобы ветер был. В таком виде строились еще и дома, не только мечети. Но это не имеет никакого любого смысла. Можно вообще строить блока мечети, вызвать и будет мечеть. То есть, за степень не будет. Давайте поближе, если сюда, пожалуйста, за степень не будет. Иисус не поклоняется. И Мухаммеду не поклоняется. Если кто-нибудь из нас поклоняется Мухаммеду, то он вообще не считается бухгалом. С другой стороны, если кто-нибудь из нас отрицает Иисуса в качестве пророка или любого другого пророка, то это тоже выводит его из религии ислам. Кто у нас говорит, что нет никого достойного поклонения, кроме одного, единого Бога, что Мухаммед его пророк, Иисус его пророк, тот является настоящим мусульманом. Мухаммеду не поклоняется. Мы прибыли, угадайте куда, в православную церковь Шарм-эль-Шей. Честно говоря, даже не догадывался, что тут такое есть, но тем не менее, да, в Египте тоже есть православные церкви. Хотя, конечно, намного меньше, чем мусульманских мечей. Мухаммеду не поклоняется. Копты, Старая Египта, ортодоксная или по-ортодоксанной приводится и правильная вера, и старая вера. Апостолистская через апостол Марк, евангелиста. День, я вам покажу, пожалуйста, икону Святого Марка. Книга, которую вы знаете от Марка, написала здесь около часа пятна шире, в Александрии. Сейчас в Египте у нас около 14 миллионов копты православных. Сколько всего населения? Населения всего 90 миллионов, 70 миллионов. На мусульмане 20 миллионов христианин, а 20 миллионов христианин, что, 15 или 16 миллионов копты православных? Или остальные 3-4 миллиона копты католики, копты протестанты? А зачем Индия? У них вот такой крест, но у них наоборот, у них вот это место. Почему? Потому что у них, как у нас, в 51-м нашей эре апостол Фома, неверующий, был пославлен Христианским святам, как Марка ведет, поэтому отношение веры к родителям и Индия оставило одинаковое, так кто в крестах Патуровке. А мы приехали в центр Шарм-эль-Шейха, а здесь есть базар. Отличная дурь. Это мне красоты. Это мочалка, я думаю. Кораллы или что это? Я хочу купить сувенирую маме и папе. Ну, и что? Так, купьем заубить. Глиняная дощечка. По-моему, тут один дядька держит весь базар. У него все точки принадлежат ему. Ты идешь дальше, он бежит за тобой. Так, а здесь игрушки хотите? По доллару. Так, а здесь мороженое, доллар. Наконец-то я увидел первую египетскую кошку. Мы все знаем о том, что в Египте почитается это животное, но до сих пор мы их как-то не встречали. Вот встретил одну дворовую собаку и сразу же кота. Виагра стояк. Бешеный башмак. Интересует Виагра стояк. Бель, как там? Бешеный башмак. Берите салатовый. Просто жесть, как жарко здесь сегодня. Я просто даже не ожидал, что в Египте так жарко. Пока прошли здесь по этому рыночку, уже семь потов сошло. Вчера все-таки на кораблике было как-то поприятней. Ну, хвастайтесь, хвастайтесь. Ну, а сейчас мы находимся в довольно новом районе Шарм-эль-Жейха, в котором находится заброшенный отель. Вот посмотрите на это. Нет у него теперь владельца, что-то и выпускали по рукам, туда-сюда, и в итоге вот так вот стоит и разваливается по чуть-чуть. И сейчас мы проникнем на эту территорию. Не видел еще такого зрелища никогда. Упавшие пальмы такие. Не знаю, на что это похоже. Каждый придумайте себе ассоциацию самостоятельно. Видим сразу, что в отеле был свой удар на казино. Деньги, карты, фонтан. Здесь траву давно не поливают. Соответственно, вот что происходит, если не поливать траву в Египте. К сожалению, нас здесь не ждут. И нам здесь не рады. Двери закрыты. Да, бассейн такой масштабненький был. Народ пошел купаться. Не удержались. Ну давай, обслужи, пожалуйста, клиента. Становись за баррой на стол. А там водичка есть, ты говоришь, да? А там мороженое или нет? Что там в том? Тут? Конечно. Пламбирная тебе, ягодная. Чербет клубничный. Берем учет. Сориат. Наконец-то мы нашли полчаса времени в нашем плотном графике. Для того, чтобы выбраться на пляжик. Хоть мы там и побывали ночью, в первый день приезда. Но это немножко не то. Сейчас мы планируем опробовать водичку. С днем это очень-очень хочется. Потому что, блин, сегодня так нажарились в этой машине. Качались. Дети, вы рады? Да. Видите, как все рады или клейки. Сейчас живительная влага. Окунемся и оживем немножечко. Ну, и вот так выглядит пляж нашего отеля. Есть и бассейн, есть бар где-то здесь. Есть шезлонги, одеяло тоже где-то здесь выдают. Людей, как видите, не очень много. Потому что, в принципе, в нашем отеле людей не очень много сейчас. А как вода? Ой, вчера как-то теплее было, не? Да. С корабля. Так будет быстрее, чем заползать в эту прохладенькую водичку. А тут что-то? Да, почему? А, тут мелкая и куча сахар. Нет, не хочет. Далеко от своего private пляжа. А буфет там же? Да. О, давайте прыгнем вместе и сделаем селфи. Давай. Здесь классно. У нас мало времени, надо брать коктейли, понимаете? Все очень сложно. Глубина тут, говорят, глубокая. Сейчас попробую подмирнуть. С удовольствием поплавал бы еще, но реально очень сжатые у нас сроки. Так что придем сюда еще. Да, ведь еще же надо попробовать местных коктейлей. Сначала было горячее, а теперь теплая. Как что-то тоже. Тут покусанные так ноги от комаров. Ну вот эти красные. Вот у меня. Да. Друзья, я поднимаю этот бокал мохито за вас. За всех тех, кто сейчас холодными зимними вечерами смотрит это видео. Ваше здоровье. Давайте на перегонки. Ну вот, еще одна вещь, можно поставить галочку в моей жизни. Прокатиться на гольфмобиле. Да, не катался еще. Представляете, да, и к тому же на гольфмобиле мы едем в ресторан, что тоже как бы такое совмещение интересное. Отеля Совой Роял. Вот такой вот сервис предоставляют. Смотрите, что происходит. Мне сбрасывают осьминогов в тарелку. А почему тебе отдают еду? Потому что я ближе. Тебе пусть вот отдают твои девушки. Просто я могу тебе дать весь твой салат. Да? Ну я могу тогда зелень отдать тебе, так чтобы бартер был. А мы в ресторане Си Фуд наконец-то добрались. Сегодня будем есть много рыбы и прочих морских гадов. Красивые вкусные салаты. У меня в чреве какая-то. А это моя рыбная похлебочка. Кто кальмаров заказывал? Очень вкусно. Спасибо. Извините, ребята. Ну а не так-то тут и много. Чего вы так прям преувеличиваете? Мы же не на мой счет записывали. Сейчас мы с вами прогуляемся по виллам отеля Роял Совой. Здесь нету противно. Ну все. Есть джакузи на крыше Клеопатра. Ого. А здесь полноценный картонин. Сколько? С плитой. Около тысячи пятьсот. Как-то там сейчас отошлось. Там все. Но это вилла самая большая. В ней пять комнат. Поэтому здесь десять человек спокойно помещается. Там комната. То есть можно по сто пятьдесят скинуться. А, это на сутки сейчас есть? Да, на одни сутки. А, это самый, это самый, да? То есть вилла обычно, большая семья приезжает, или там, большая компания, они все занимают. С четырьмя комнатами с четырьмя. И, конечно, свой персональный бассейн. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!